МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в гостях федеральный эксперт в сфере образования Мария Миркис, и почти полчаса, чтобы выяснить у нее все самое интересное. Мария, здравствуйте. Добрый день, Татьяна. Ну, вот в первую очередь мне бы хотелось узнать у вас, как в целом оцениваете сейчас уровень образования школьного? Обычная, стандартная, средняя школа? Вот школы очень разные. Это, кстати, господа, родители очень важно. Школы можно выбирать. Сейчас есть два ключевых вызова, и школы реагируют на них по-разному. Вот один вызов, федеральная программа, которая, скажем так, если школа не очень решительная, то эта школа станет, как все. Ну, потому что программа унифицирует, рекомендует материалы учебные, учебники, часы. Федеральная программа рекомендует. Но там достаточно много возможностей для того, чтобы проявить свое лицо. Но это нужно напрячься и сделать. А плохо быть, как все? Нет, нет, нет. Просто сейчас школы будут принимать решения. Это и раньше было. И раньше школы были либо как все, либо какие-то интересные, со своим лицом, мнением, с позицией, и не похожие на других. А сейчас это будет еще острее, потому что легче взять уже все готовое, не надо грузиться, не надо заниматься бумагами. Берешь готовое, и, конечно, это легче. И в этом смысле сейчас соблазн стать, как все, гораздо больше, чем был раньше. Но я-то все равно слышу в том, что вы говорите, что быть не как все лучше, интереснее и для родителей приоритетнее. Конечно. На мой взгляд, у школы должна быть какая-то своя позиция. Она связана и с территорией, на которой школа работает. Вот я иногда для смеха рассказываю, мы работаем с Уренгоем, и в Уренгое дети плохо понимают, почему октябрь – это осень. И когда у них осень, как это, в октябре висят листочки оранжевые, это настолько неадекватно происходящему, что воспитатели говорят, ну зачем? А в Краснодаре наоборот. Вот там зима, книжечки вот эти, там санки, сугробы. И тут тоже воспитатели немножко в сложной позиции. Какие санки, какие сугробы? То есть какие воспитатели в школе? Ну, неважно, воспитатели или педагоги. А в Духе был образовательный? Начальная ступень. Да все равно там много про прогулки, про то, куда пошел Ваня, он катался на санках, что-то произошло, какие санки. В некоторых регионах какие санки, а в некоторых почему мы про осень читаем в октябре? Ну, уж это-то можно скорректировать педагогу. Вот и тут, смотрите, уже тут начинаются вопросы. Вариант первый. Мы берем абсолютно типовую программу, рекомендованную, и вообще не паримся, и не переписываем ничего. И вариант второй. Там достаточно много точек, где можно принять решение. Мы берем и меняем. Это придется самим писать. Вот же в чем вызов. Самим писать, самим обосновывать, почему это так. Ну, и дело не только в климате. Дело в том, что, например, в том же Оренгое про профессию нефтяника надо рассказывать, а в Краснодаре про другие профессии. И поэтому, конечно, нужно делать свою программу. Но слишком большой соблазн взять программу уже готовую. И это вот один из вызовов. И сейчас количество школ, которые будут ко все, конечно, увеличится. Вот есть родитель будущего первоклассника, и он не понимает, как выбрать школу. Какие есть внешние критерии, что нужно сделать, какие шаги предпринять, для того, чтобы потом не кусать локти и попасть действительно в образовательное учреждение, в котором у ребенка будет интересно, комфортно и полезно. На мой взгляд, ключевой критерий – это открытость. Ведь заранее же на 11 лет ничего не узнаешь. И школу можно поменять. Ну, и все-таки, все равно придется как-то выяснять про другую школу. Ключевой критерий – это открытость. Ну, например, возможность родителям не каждый день, ни в коем случае, не в любой момент, иногда приходить на уроки, иметь возможность встретиться с психологом, иметь возможность встретиться с педагогом, получить обратную связь, повлиять хотя бы на праздники, которые можно как-то влиять. Открытость – это ключевое. Когда школа с тобой просто разговаривает, отвечает на вопросы, куда-то там приглашает, а родители иногда выбирают школу, потому что, как это, ко мне не лезут. Окей, но это такой выбор, который, ну, окей, есть родители, которые… Так может, там все круто, и они не лезут. Это же идеальная схема. Ну, видите, ребенок будет дальше жить с семьей. Вот, мне кажется, родители немножко чего не понимают. Конечно, они хотят сдать на 10 лет, а потом забрать образованного, умного, красивого. Так вот, забрать-то они заберут, и дальше ребенок будет с ними, но они поменять уже после этого не могут. Видите, ребенок продолжает быть в семье. Ну, в хорошем случае, это интересы семьи. А школа выполняет госзаказ, идет по программам, ведет уроки. Кстати, надо понимать, что в течение 11 лет школы ребенок проходит через примерно 20 психологических кризисов. Ну, мне кажется, они просто не заканчиваются. Вот он как родился, вот кризис начался, и просто нужно быть готовым к тому, что он к 30 в лучшем случае, если повезет, пойдет. А теперь что мы видим в школе? Учебные планы. Что в учебном плане? Математика, русский. А где про психологический кризис? А где про сформированную произвольность на переходе из детского сада в школу? А подростковый кризис? А где вот в учебном плане можно увидеть хоть что-то, что говорит о том, что школа понимает про подростковый кризис, и как-то что-то даже сделала с расписанием, еще с чем-то? А школа должна понимать, вот тут мы подходим к важному вопросу. Вот как распределяются роли и задачи между семьей и родителями, между школой, между, не знаю, школьными психологами, которые сейчас везде появились, ведь какое-то время назад их, но если и он был, то это была совершенно такая формальная история. Как задачи и роли распределяются в идеальной картине мира? Я еще раз вернусь. Смотрите, в школе есть учебный план, и в нем ничего нет про психологические кризисы. Математика, русский, английский. И в этом смысле ключевое, вот сколько времени ребенок проводит на уроках? Ну, много. И все это время устроено предметным образом, и когда ты изучаешь синусы и косинусы, там ничего про подростковый кризис нет. Но теперь в школах есть воспитательная программа. И вот тут тоже интересно, как все устроено. Вариант первый. Сейчас опубликованы прямо по расписанию проводимые праздники и сценарии, все, что хочешь. И ты можешь это брать и делать. Но там тоже, заметьте... Это же тоже не про кризисы. Конечно. Заметьте, кто-то сделал, так это примерно прикинул и написал. И даже если он сделал это хорошо, мы же понимаем, что в классе в разное время у всех все начинается. И это называется индивидуализация. Когда учитель опытный, конечно, начинает что-то двигать, понимать, о, моему классу надо бы про мальчиков и девочек. Надо бы. А в планах пока другое стоит. И вот она, та точка, которая невероятно важна. Либо школа идет по программе, неважно, программа обучения, программа воспитания, либо школа как-то хотя бы смотрит и меняет. И вот тут вопрос. Как заметишь, что школа меняет под твоего ребенка или хотя бы под ситуацию класса? Вот это ключевое, что надо выяснить. Это называется индивидуализация. Давайте поговорим про родителей и их роль в современной школе. Очень часто родители жалуются на то, что им приходится учиться вместе с детьми. И школа требует от них знания образовательной программы, там, домашние задания, еще что-то. Вот насколько... А я помню прекрасное время, когда я училась. У меня мама в школу последние года три, наверное, вообще не заходила ни разу. И понятия не имела, что там происходит. А может, из первого класса так было. Ну, как-то программа увеличилась. И поэтому сейчас сложнее, конечно, учиться без привлечения. Но опять, господа родители, вы имеете право вообще прийти и обсудить с классным руководителем, но лучше бы еще с завучем, ну, можем потом и директора позвать, как у нас вообще политика по отношению к домашним заданиям. Вы можете прийти и поговорить. Лучше не в одиночку, чтобы обсуждался не твой конкретный ребенок, а в общем политика школы. Потому что смотрите, опять здесь много разных вариантов. Какая может быть история с домашним заданием? Ну, например, вариант первый. Школа настаивает, что домашнее задание делает ребенок сам. Потому что домашнее задание – это опыт, как это, когда ребенок находится рядом с предметом без помощи взрослого. Ему нужно хоть какое-то место, где он сидит с этой математикой и должен похотеть сам. Потому что если вдруг в этот момент включается либо педагог, это проблема всех школ первого дня, что в домашний включается педагог, это большая проблема на самом деле, или родитель, тоже ничего хорошего, да? Во-первых, в этот момент родитель перестает быть родителем и становится училкой, и иногда не очень хорошей. И как это, теряется самосмысл домашнего задания. А вот давайте так, идеально, вот вы как специалист в психологии, в образовании, как бы вы рекомендовали, и, соответственно, как бы родители, которые на нас сейчас смотрят, могут пойти и сказать, давайте-ка мы вот так попробуем, вот всем классом договоримся, в школе и отстоим это свое право. Как нужно? Давайте, первое, надо собраться к классам и поговорить вежливо. Вот ни в коем случае не надо, не знаю, наезжать на учителей. Учителей сложная работа. Просто спросить и выяснить, какая политика школы. А политика может быть разной. Дальше, на мой взгляд, невероятно важна стратегия, когда ребенок что-то делает сам. И тогда мы самоподготовку отдаем ему на откуп. И это, да, то место, где он пробует себя сам. Но это требует потом от учителя почесать голове и подумать, о-о, а не получается у него? И что-то сделать. И опять, смотрите, мы получаем какую картину. Если идти как все, я иду по программе, вы обязаны сделать домашку, если не делает двойка, вы должны помочь. Репетитора, если что, нанимаете, да? Это стратегия. А теперь вторая стратегия. Мы договариваемся, что у ребенка есть место пробы. А как он потом профессию будет выбирать, когда он сам никогда не бывает вместе с математикой? Либо учителя рядом, либо родители. Зачем? Он после этого выбрать ничего не может. И мы тогда договариваемся, что да, например, ну или в такие-то дни, или вообще всегда, или пока он не нахватал двоек, только в этом случае, домашка, это только его проба, это основание для его будущего выбора. И вот это, конечно, стратегия лучшая, но она опять требует от учителя сообразительности, от родителей сообразительности. Там возникает место, когда мы должны подать сигнал, потому что когда ребенок, не знаю, неделю или там две недели ничего не делает, видимо, надо что-то сделать. Все дети говорят, о-о-о, домашку не делает, это нехорошо. И видите, у нас ключевые две стратегии, которые надо различить. Либо как все, и там, да, кто-то умный посидел, подумал, но это как все, в том смысле, если у тебя ребенок хоть немножко вперед, назад, ему интереснее вот это, а не это, все, он встрял. Либо другой вариант, мы начинаем поглядывать, пробовать, но это требует мозгов и от родителей, и от учителей, от завучей, это требует особых встреч. Родители с педагогами должны говорить не только, ну как там мой, типа, совсем плохо или нет. Вот меняется тип родительских собраний. Типовое родительское собрание, когда учитель говорит. А сейчас же нельзя на родительских собраниях вообще персонально обсуждать детей? Да, неважно, я могу как бы в космос, могу не называя фамилии, но ключевое-то, что я говорю, посредите за домашкой. Заметьте, сам тип. Да. Сам тип обращения. Вот, и есть другой, когда мы собираемся и обсуждаем. Слушайте, а хотелось бы, чтобы они подростковый возраст опять, например, да, ладно там, там домашка, первый класс, пускай вообще как угодно, но вот что-то дети уже взрословатые, может мы хотя бы что-то им как-то дадим? И вот в этот хороший профессиональный разговор, да, пора, иначе потом он в девятом не выберет профиль. А как он в девятом будет выбирать профиль, если ему все, в общем, говорили всегда? И если он чего-то не мог, ему включали либо репетитора, либо учителя, либо родителя. Вот это другой тип разговора, это сложное мышление, это сложная практика, кто на них решится? Из школ, и из родителей, кстати. И тут в этом смысле, на мой взгляд, родители выбирают ту школу, которая им удобна. Ну, как все, например. Или, а я хочу включаться, я хочу обсуждать, я хочу спрашивать у учителя. И есть такие школы, которые на это решаются. Вот в этом смысле и разные. Это именно школа или все-таки педагог? Можно ли решить эти вопросы вот этот, этот с педагогом, именно с одним конкретным человеком, одним конкретным учителем? Это политика школы. Политика директора, да? Потому что, заметьте, принять решение на уровне «идем как все» или наблюдаем за классом, принимаем решение и что-то там переставляем, добавляем, это решение на уровне школы. Педагог это может сделать один-два раза. Ну, дети, не знаю, не готовы к контролю, он передвигает контроль. Ну, окей, это решение на уровне педагога, но это не политика. Слушайте, а много у нас таких школ готовых вот к такой, к такому индивидуальному подходу, к разговорам, к такой понятной жизни и коммуникации с родителями, со школьниками? Я бы сказала, процентов 10. Ну, то есть очень мало. Ну, смотрите, да, 10% хороших школ, в которых можно это все обсуждать. Есть еще процентов, ну, не знаю, 20-30, которые, вот заметьте, вообще говоря, эти школы спрашивают родителей, господа родители, вот у нас есть вариативные часы, так называемые, которые можно распределять, согласовав с представителями субъекта образовательных отношений. Вот. А родители говорят, что там? Нет, нет, нет. Вот. Не будет это. Добавьте, пожалуйста, математики русского, сдавать же ЕГЭ придется. Все. И вон, в смысле, школа как-то прыгает, что-то пытается говорить, господа родители, а давайте там, а родители говорят, так, что ЕГЭ? Поэтому давайте вот то, что надо сдавать на ЕГЭ, усилим, и все. Основные нас не интересуют. И я бы сказал, вот тут непонятно, на кого, как это... На кого стрелки переводить. На кого стрелки переводить. Иногда школа как раз говорит, да им ничего не важно. Мы прыгаем, мы пытаемся, мы пригласили педагога, мы, значит, программы купили, мы купили оборудование, а вообще ничего не важно. Давайте перепрыгнем в дошкольное образование, когда школ еще нет, а семье и родителям нужно подготовить ребенка к школе. Вот он с какими навыками должен прийти, что он должен уметь, как это сделать для него комфортно. Ну, здесь тоже есть... Или ничего не должен уметь. Такой социальный шаблон о том, что надо читать, писать. И, к сожалению, родители, как правило, ведут на вот эти развивайки. Вот у нас одна из развивайок, так надпись такая, готовим к школе с гарантией. Я не поленилась и позвонила, и спросила, вот что значит подготовим к школе с гарантией. И что они отвечают? Он будет читать, писать, половина программы первого класса будет в нем. Ну, это же обман. Ну, в смысле, они это сделают? Вообще, если ребенка прикрутить скотчем к стулу, то и если он так это более-менее в норме, то легко можно в него запихать. Вот это все. Но, что дальше происходит, господа родители? А он приходит в первый класс, смотрит вокруг и понимает, ха, а я красавчик. Я не могу не напрягаться. Учитель тут прыгает, понимаешь, буковка П, а я буковку П давно знаю. И ученик привыкает к тому, что учиться легко. Я красавчик. А потом ему становится впервые учиться трудно, потому что когда-то же заканчивается вот эта натасканная до школы. И он такой, типа, что начинается? Хорошо же сидели. Это что такое? Трудно? Нет, учитель плохой, математику не люблю. Вот что начинается. Поэтому ни в коем случае проходить программу первого класса не надо. Слушайте, а как же быть с адаптацией? Вот может быть, какой-то период должен быть, когда он приходит, на него и так тут какие-то люди, учитель нужно сидеть, руку поднимать. А ему уже как бы комфортно, потому что он хотя бы программу знает. Вот, смотрите, заниматься адаптацией надо, но не через халяву. Это же халява. Мы приучаем его к тому, что, да парень, не напрягайся. А теперь смотрите, вернемся к тому, что надо. Нужно, чтобы у ребенка был разный социальный опыт. Вот он должен куда-то действительно походить, посмотреть. Ой, незнакомый человек, я могу подойти и сказать, я могу отстоять свои границы. Ну, когда кто-нибудь из товарищей у тебя спокойно берет твою ручку с парты, было бы неплохо, чтобы наш ребенок мог сказать, это моя ручка. И поэтому у ребенка должен быть хороший социальный опыт. Это детский сад хороший, конечно, делает. Но опять, если в детском саду педагог, разруливая все конфликты сам, а ну, отдай ручку. Девочкам надо уступать. То ребенок, приходя в школу, ищет, ну-ка, а кто же про ручку мне что-нибудь? Он, а взял мою ручку, а кто же меня спасет? И вот в этом смысле детский сад, на мой взгляд, должен готовить ребенка к самостоятельному действию. Например, договориться с кем-то, поставить границы, не кричи на меня, отдай мне ручку. Подойти к взрослому, сказать, помогите мне, я не вижу, например, с пятой парты. Ну, вот тоже ж у ребенка должна быть смелость какая-то. Адаптация обязательно должна быть. Играть с ними надо, еще что-то делать обязательно. Но не на основе того, что он и так все знает, а на основе, ну, сформировано некоторой социальной смелости. Следующее, что должно быть сформировано до школы, это произвольность, так называемая, умение собой управлять. когда я знаю так, что-то, ну, что-то мне хочется повертеться, да, или... Разрешают вертеться. Сейчас говорят, наоборот, в первом классе можно и бегать, и прыгать, им какое-то время разрешают вести себя не так, как мы привыкли в школе, то есть не совсем ученическое поведение. Ну, вот, смотрите, было бы здорово, как-то, по норме к семи годам формируется как раз вот эта самая произвольность. Это, например, означает, что ребенок думает, «А надо ко мне в туалет сходить на перемене?» И идет в туалет, потом приходит, не знаю, собирается или там с другом беседует. А это называется «Я управляю собой». А что означает плохо сформированная произвольность? Учитель говорит «Начинаем урок». Вот такой «А-а-а-а-а-а-а-а-а». А пописать? И вот это что? Ну, да, конечно, смотрите, еще раз, адаптация должна быть. Первый месяц, два, вообще добрая и безусловно. Но если у ребенка не сформировано умение управлять собой, он не знаешь, что он хочет пить, что ему в туалет сходить, что ему не нравится, когда его ручку берут без спроса. Все вот эти вещи, они должны быть сформированы. Но самое проблемное, вот, кстати, самое нет, самое такое неожиданное даже не в этом есть один образовательный результат который формируется до школы это воображение то что формируется в игре в чине книжек в разговоре с родителями а кто-то там побежал а давай представим себе что мы на самолете вот эти все вещи это называется воображение и заметьте ни разу еще мы не получали претензии от родителей по поводу воображения ну представьте себе приходит родитель в детский сад и говорит что-то у него воображение слабенькое нет он придет и скажет почему не читает скоро в школу надо чтоб читал так вот читать можно в школе спокойно научить а вот если воображение не сформировано то я сейчас скажу как это на что стоит потом не рассчитывая что такое воображение это когда я могу представить что-то чего нет моем опыте я никогда не видела синусов например вот вот смотрим вокруг делу на стену их не любите вот я про то что чтобы потом работать с синусами надо в детстве играть чтобы было воображение а давление газов а французская революция ну кто-нибудь из нас это видел ничего не видел а книжки которые мы читаем лев толстой не льва толстого не крестьян в то время ничего ребенок не видел и тогда нужно воображение чтобы это все как-то представить и поэтому на мой взгляд если воображение не сформировано то вся школьная программа начиная с 5 класса не с первого а с 5 когда возникает вот этот вот сложный материал я этого не вижу а где в нашем классе этого вообще нет потом физика с химией наваливается эти молекулы где ты видел молекулы но ты должен мочь представить то чего ты не видишь чего в опыте нет и вот там хана если не было воображение а родители вот господа родители я настаиваю вы лучше про воображение спрашивайте потому что еще раз будут проблемы с вот этими а плюс б в квадрате все ты не видела плюс б в квадрате ничего сделать не можешь лучше про это разговаривать с педагогами а не про то умеет ли он читать или писать а как быть тогда с вот вы же вспомнили про как подготовлю к школе с гарантией вот огромное количество там ранее развитие ментальная арифметика для дошколят и куча 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 частных центров которые предлагают сделать из своего ребенка вундеркинда что с ними делать игнорировать вот смотрите на мой взгляд как в любой сфере бизнеса если клиент не очень компетентен и запрашивает подготовки к школе с гарантией а клиент видит вот этот вот огромное количество давлеющих на него рекламных билбордов которые говорят приведи ребенка научи его вот этому вот этому и вот этому пока клиент не компетентен его можно ему можно втюхать все что угодно к сожалению но и бизнес я бы тут бизнес особо не защищала как вот как говорят воспитатели а клиент просит чтобы ребенок читал и мы начинаем с трех лет буковки учить и цифрики когда едет паровозик и весело считает вагончики это никакого отношения к математике не имеет это это профанация но клиент просит и вот смысле опять они найдут друг друга вот такой бизнес частный и вот такой родитель который просто устроен ему кажется что чтобы хорошо учиться в школе нужно как можно раньше изучать то что там в первом классе ну короче если утрируя ребенку нужно дать палку веревку отправить его в деревню к бабушке и это лучшая подготовка к школе ну смотрите есть такой есть такой тезис хороший детский сад лучше чем в деревне у бабушки но деревня у бабушки лучше чем плохой детский сад и в этом смысле если в детском саду ребенка в режиме занятий в него запихивают вот это все буковки циферки лучших деревню бабушки но если у вас есть возможность обратиться хороший детский сад где понимают, что такое детская инициатива, субъектность, воображение, произвольность. И хотя бы вы эти слова слышите, с вами про это разговаривают. Ну, например, такой семинарчик, может быть, проходит в детском саду о том, как помочь ребенку развить воображение. И почему воображение позволит ему потом с пятого класса изучать вот эти все невероятности. Вот когда с родителями про это говорят, такой детский сад хороший. Его надо выбрать. Я поняла, пошла в детский сад задавать вопрос. Спасибо вам большое. Друзья, у нас был в гостях федеральный эксперт в сфере образования Мария Мирки. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Всем удачи.